Слышали голос твой? Миль Алексеевич Балакирев. Имя Балакирева известно многим. Сразу же возникает ассоциация с могучей кучкой. Однако справедливости ради нужно сказать, что вряд ли найдется хотя бы один далекий от музыковедения человек, который навскидку может назвать одно или несколько его произведений. Как же так получилось, что Балакирев больше известен как общественный деятель, педагог, но не как композитор? И почему его творчество осталось в тени его великих современников? И какую на самом деле играет роль личность Балакирева в развитии русской культуры? Попробуем разобраться в этом прямо сейчас. Миль Балакирев появился на свет 21 декабря 1836 года, наследником старинной дворянской фамилии, первые упоминания которой восходят к 14 столетию. Балакиревы несколько веков состояли на военной службе, но отец будущего композитора Алексея Константиновича был штатским государственным служащим. Дом, где родился Милий Алексеевич – семейный особняк в Нижнем Новгороде на Телячьей улице. Столь необычное имя мальчик получил от мамы – Елизаветы Ивановны, в роду которых оно было достаточно распространено. В биографии Балакирева, как и у многих других российских композиторов, можно встретить упоминание о том, что первое знакомство с музыкой, вообще и фортепиано в частности, происходило благодаря матери. Балакирев – не исключение. Елизавета Ивановна прекрасно играла сама и научила сына основам владения инструментом. А в 10 лет отвезла его в Москву к известному педагогу Дюбюку. Вскоре по возвращению домой она скончалась, но Милий стал обучаться у дирижера Эйзериха. В 16 лет юноша выпускается из стен Нижегородского дворянского института и поступает вольнослушателем на математический факультет Казанского университета. Зарабатывать на жизнь ему приходилось преподаванием музыки. Не проучившись в Казани и двух лет, он возвращается домой, где начинает дирижировать оркестром Эйзериха. Выступая на ярмарках, театре и дворянских собраниях. Александр Дмитриевич Улыбышев – первый русский музыковед, также нижегородец. В доме которого часто проводились симфонические вечера с участием Балакирева высоко оценил талант молодого человека. Он был вхож в музыкальные круги столицы и в 1855 году привез в Петербург 19-летнего Милия. Балакирев сразу стал выступать как пианист и познакомился с Глинкой. Это знакомство, а также сближение с критикой Владимира Васильевича Стасова стало судьбоносным в его жизни. Благодаря Глинке он активно взялся за сочинение музыки, а вместе со Стасовым они стали идеологами могучей кучки, к которой впоследствии присоединились Кюи, Мусоргский, Римский Корсаков и Бородин. Главной задачей всей своей жизни Балакирев считает становление русской музыки и музыкальной школы. Он активно участвовал в работе не только кучкистов, но и других композиторов – Чайковского. Например, подсказывая им новые темы и сюжеты для творчества. Тем самым собственное сочинительство отошло на второй план. В 1862 году Балакирев основал бесплатную музыкальную школу, а несколькими годами позже отказался от приглашения стать профессором Московской консерватории, считая себя недостаточно образованным для преподавания в академических стенах. Вот уже поистине, те, кто знают, не говорят, те, кто говорят, не знают. С 1867 года он дирижер концертов императорского русского музыкального общества. Его отстранение от этой должности в 1869 году – результат и придворных интриг, и его собственного непримиримого радикализма во взглядах на музыку. К началу 1980 года дороги композиторов-кучкистов разошлись. Балакирев тяжело переживал потерю влияния на своих бывших единомышленников. Он отказался от музыкальных занятий, поступил на рутинную службу на Варшавской железной дороге, ударился в религию и в минуту душевного опустошения раздумывал даже об уходе в монастырь. Только в следующем десятилетии композитор вернулся к полноценной музыкальной деятельности, вновь возглавив свою школу и приняв в 1883 году предложение став руководителем придворной певческой капеллы. За 11 лет на этой должности он продемонстрировал свои лучшие организаторские качества, начиная с перестройки здания капеллы и заканчивая заботой о судьбе певцов, потерявших голос. Именно с этого момента в учреждении появляется свой полноценный оркестр, существующий, кстати, и по сей день. После увольнения из капеллы Милий Алексеевич получает возможность и время заняться собственным творчеством. Он пишет новые произведения, перерабатывая те, что были написаны в юности. Становясь все более деспотичным и нетерпимым, он поддерживает славянофильские взгляды и осуждает революцию 1905 года, чем отталкивает от себя многих людей из ближайшего окружения. А, кстати сказать, именно Балакиревым заинтересовалась юная пианистка Надежда Пургольд. Не встретив взаимопонимания, девушка переключила свое внимание на римского Корсакова, за которого впоследствии и вышла замуж. Амилий Алексеевич так никогда и не женился. После кончины императора Александра III в 1894 году Балакирев подал в отставку с поста руководителя придворной капеллы, в том числе и потому, что не жаловал последователя Николая II, и это было взаимно. Однако у него остался неравнодушный покровитель при дворе, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она принимала участие в судьбе композитора, отвечала на его просьбы. Балакирев всю жизнь был весьма небогатым человеком. Поправить свое материальное положение он смог только в годы службы в капелле. Тем не менее, окружающие отмечали его щедрость и отзывчивость. Он всегда приходил на помощь тем, кто к нему обращался. Стараниями Балакирева в Берлине, на доме, где скончался великий русский композитор Михаил Иванович Глинка, была установлена памятная доска. Надо сказать, что этот дом давно уже снесен, на его месте построен новый, но новая доска содержит ту же самую информацию, которую когда-то разместил Балакирев на русском языке. Память о великом русском композиторе Михаил Иванович Глинка увековечена и по сей день. 10 мая 1910 года Балакирев скончался. Несмотря на то, что последние годы он не занимался активной музыкальной деятельностью, хоронили его как выдающегося деятеля русской культуры. А мы продолжаем наши программы о великой силе искусства. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»